Что вы делаете? Что мы делаем? Готовим очень сложный вопрос. Почему вы делаете это здесь? Где было место? Мы можем везде. Те же, кто к конференции уже готов, выполняют, пожалуй, самую важную миссию перед началом этого события. Стоят в очереди. Два с половиной часа до начала пресс-конференции. Обратите внимание, какая уже скопилась очередь возле входа в зал, где будет проходить пресс-конференция. В общем-то, это неудивительно, потому что каждый представитель СМИ рассчитывает занять удачное место, сесть поближе к президенту и, соответственно, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, чтобы задать свой вопрос. Вы первой в очереди стоите. Как вам это удалось? Со скольки вы здесь? С утра пришел. А со скольки? С полу. Ну, где-то в 108. Для вас принципиально пройти первым? Да, мне просто надо занять нормальное место. Но удачное место далеко не всегда залог успеха. Многие делают ставку на внешний облик. Девушки в красных костюмах и с откровенным декольте уже неотъемлемый атрибут. Чуть оригинальнее смотрятся костюмы национальные, но главный символ пресс-конференции – плакаты. Они в руках у каждого второго. Здесь надписи, рисунки, фотографии. Например, такая с обнаженным торсом президента. Всем известно, что Владимир Владимирович очень любит у нас отдыхать в республике Тыва и рыбачить. Я решила, что вот эти воспоминания должны как-то на него повлиять, и он обратит на меня внимание. Я собираю шапки, коллекционирую, примерял разные, надел эту с Казахстана. Подумал, что она выглядит достаточно одиозно, интересно, должна привлечь внимание. Третий год испытываю внимание пресс-секретаря президента. Я чувствую, что где-то взгляд его цепляется за мою макушку, и, видимо, мысль такая. Если у нее такое на голове, то что у нее в голове вообще никто не знает. Хотя очевидно, что в голове у каждого заранее заготовленный для президента вопрос. Приехала с вопросом о развитии малых городов в Сибири, которые сегодня полностью зависят от добычи полезных ископаемых. Мне больно за судьбу малых городов России. Я хочу спросить президента, планируется ли увеличить федеральную поддержку. Можем ли мы рассчитывать на поддержку федеральных властей в дальнейшем продвижении Екатеринбурга на международной арене, в первую очередь строительстве метро. Вопросы в оригинальных журналистах преимущественно сводятся к одному. Помогать будете? Это уже годами сложившаяся традиция. Ведь если дадут слово, удастся решить проблему. Как показывает практика, практически в 100% случаев означает решение проблемы. То, что президент этот вопрос услышит, обычно означает, что какие-то подвижки в решении этого вопроса все-таки наметятся, причем в кратчайшие сроки. И когда двери в зал все же открывают, в прямом смысле начинается битва за место в зале, где будет сидеть президент. Но есть те, кто в очереди не стоял, в давке не участвовал, плакаты не рисовал. Это все о звездах федеральных государственных СМИ, или, как принято говорить, кремлевском пуле. Здесь и британский подданный Брилев, и Рада Зейналова с НТВ, Андрей Колесников, которого называют личным журналистом-президентом, Константин Эрнст в окружении подчиненных с Первого канала. Все в первых рядах. Они не нервничают. Знают, что нужный вопрос в отведенное им время они зададут. Итак, мы начинаем тогда чуть-чуть сначала с приоритетом для кремлевского пула. Давайте ИТАРТАС, собственно, Государственное информационное агентство. Идем дальше, давайте ВГТРК. Может быть, после Рязани вот Сергей Брилев сидит. По самим вопросам и по тому, кто их задает, становится понятно, какие темы сейчас кажутся важными для близких к Кремлю СМИ. Экономика и ее мифический рост, ядерная война, международные конфликты, протесты во Франции. О происходящем в России говорят не так много. Например, про пенсионную реформу, с вопросом, о которой на конференцию приехал наш телеканал, заговорили лишь однажды. Да и то вскользь. Хорошо, хорошо. Все, переходим. Простите, пожалуйста. Переходим. Хотел небольшую ремарку про пенсионную реформу. Мне кажется, что пенсионная реформа здесь прошел такой момент, наверное, где-то, скорее всего, вас в этом обманули. И вам не кажется ли, что здесь лучше такой момент, может быть, стоит все-таки обратить на это внимание и отменить пенсионную реформу? Ответ сводился к следующему. Повышение пенсионного возраста было неизбежно. Ничего не поделаешь. Но потребность в диалоге о реформе не отпала. Ближе к концу в зале появился плакат с надписью «Нужен ответ на миллион подписей против реформы». Ну и президент и пресс-секретарь сделали вид, что его нет. Если мы хотим еще немножко продолжить, то мы не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Если происходящее и вначале слабо напоминало пресс-конференцию, то в конце это и вовсе стало похоже на концерт. Крики, подпрыгивания на месте, аплодисменты. Проходит чуть меньше четырех часов, и Владимир Путин покидает зал. 14-я пресс-конференция президента официально завершена для президента. Журналисты же расходиться не спешат. Делают фотографии за столом, где сидел глава государства. Делятся эмоциями. Большинство так и остались без ответов. Те же, кто ответ получил, противоречий в происходящем не видят. Хотелось бы, чтобы, может быть, такие мероприятия проходили чаще. У меня появилась осторожная надежда. Потому что уже было столько этих слов, обещаний и всего остального. Для журналистов, региональных журналистов, в особенности, все равно главное событие года. Я могу сказать, что это и для Владимира Путина одно из главных событий года. Это событие, где президенту когда-то действительно можно было задать острые и волнующие вопросы, за 14 лет, по сути, превратилось с одной стороны в хор жалобщиков, с другой – в отработку определенных тем. И, похоже, всех это устраивает. Екатерина Лукашенко, Виталий Суботин. Воскресные новости. ТВК. Москва.